самый мощный за последние годы тайфун хиномнор достиг россии местные сми сообщают о затоплении дорог и домов в приморском крае опасный и мощный тайфун уже вызвавший катастрофу в южной корее и японии добрался до приморского края российские сми сообщают что хиномнор затопил несколько населенных в городе находка затоплен подвал в родильном доме а в шкотовском районе смыло пешеходный мост синоптики заранее предупредили о приближении сверхмощного тайфуна хиномнор способен нанести серьезный ущерб тем регионам которые попадутся на его пути и пешком не пройдем в приморском крае бушует хиномнор мощный тайфун сносит мосты разрушает автотрассы топит улицы и дома из самых пострадавших районов эвакуировали местных жителей последствия стихии в материале артема вознёва тайфун года хиномнор зародился 2 сентября у берегов японии сильно ударив по стороне восходящего солнца он позже ураганным вихрем прошелся по обеим кореям и вот на скорости 55 метров в секунду хиномнор обрушился на приморье затоплены несколько сел людей эвакуируют на лодках а так выглядит город дальнегорск потоки грязной воды стекают по улицам в селе анисимовка смыло все мостовые переправы уплыл мост а это роддом в находке вода зашла в подвал ее тут по колено спасатели экстренно запустили помпы откачка воды продолжается подтопление по всей находке в спешном порядке коммунальщики чистят лебневки по данным мчс россии к ликвидации последствий в приморье привлечены более 370 человек и почти 200 единиц техники капот где-то в районе груди сейчас пойдем пробиваться домой пока супер тайфун терзает российское приморье япония пытается оправиться от удара порывы ураганного ветра там достигали 60 метров в секунду особенно досталось южным островам там тайфун вызвал наводнение без света остались почти четыре с половиной тысячи домов в южной корее от удара стихии погибли два человека как и в японии отключение электричества отмена авиарейсов и тысячи подтопленных домов артем васнев евгения рябикина мир 24 а подходим к водозабору вот течение фигачит прям вот близко не дели так вакуум каих не стоит камаз застрял но с понесло я сейчас опору еще собьет не вообще прикинь смыло его все всем привет за речная улица уже утонула тянет будки дрова вот машинка по грудь капот где-то в районе груди сейчас пойдем пробиваться домой за речная улица 6 сентября 2000 22 год полтора метра уровень воды вот пожалуйста полобовое стихно еще чуть-чуть и до шнорхеля достанет такие вот дела речная улица утонула вакуум вакуум от вакуум вакуум вы вакуум вакуум вы Субтитры сделал DimaTorzok Наоборот! Дальше туда! Дальше туда! Он пытается завести все это Антоха повеселиться хочет, дядя Миша, и не понимает ничего А Хайс, интересно, бензиновый или дизельный? Ну вот он, вот он мост через Екатериновку Дальше туда! 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 Субтитры делал DimaTorzok Вот это да, смотрите, что творится. Это просто отвязка. Находка. Вообще, вообще просто. Это просто, просто вообще. Караул. А что на заправке там заправляют? Водой теперь заправляют? О, там вообще пробка. Что творится? Ой, мамочки мои. Только база солнечная практически. Субтитры делал DimaTorzok Это пост КП Буденовка. Уже через пост, через дорогу, через трассу уже вода шурует. Сучано. Полиция стоит, походу, не пускает через мост туда вот налево. В Находку. Что возраст было? Ну, мы очень. Ни фига себе. Я на глазах. Пошли от меня подальше. Вовремя проехали, а, соседи, да? Ой-ой-ой, прям на глазах. Новицкая. Въезд со стороны Николаевки в сторону Находки. А это Фроловка. Мост за Део, в сторону Лозо. А мыла. А мыла. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Она повернула вспять. Вон прибывает опять вода у соседей. С утра не было здесь, вообще сухо было. Вон прет прям. Вообще шок. Уже обед. Коробки опять на улице. И там поперло. сильнейший циклонический шторм этого года тайфун хинам нор обрушился на южную корею нанеся ущерб городам на южном побережье опасаясь наводнений официальные лица эвакуировали около 3500 человек в преддверии урагана который обрушился на островной город кадже затем он понесся на север со скоростью 54 километра в час вызывая прибой проливные дожди и наводнения президент юн сук ель провел в понедельник встречи по реагированию на чрезвычайные ситуации поскольку страна готовилась к тайфуну хинам нор который по оценкам был таким же интенсивным как разрушительный тайфун маэми в 2003 году поезда были приостановлены сотни рейсов были отменены по всей стране а предприятия и школы закрылись досрочно северная корея также приготовилась к шторму а лидер ким чин ин провел двухдневное совещание по предотвращению стихийных бедствий официальные лица заявили что тайфун покинул южную корею у побережья ульсона во вторник утром но оставил за собой след разрушений ожидается что он будет двигаться немного медленнее в сторону северного японского города сапара но температура поверхности моря на несколько градусов выше средней что может помочь выдержать шторм говорит наса